Семиотика звука Если мы посмотрим на звуки, который нас окружает, то выяснится, что очень часто, если не сказать почти всегда, мы относимся к звукам как к знакам. То есть начиная от автомобильного гудка и заканчивая более изощренными, более насыщенными во всех отношениях системами, такими как человеческая речь или музыка, мы можем воспринимать звук как некое сообщение и по определению одного из основоположников семиотики Чарльза Пирса, американского философа, как сообщение, поддающееся интерпретации. Этот момент интерпретации тоже очень важен. Есть некий сигнал, есть кто-то, кто его получает, и этот же некто, который его может интерпретировать и понять как несущий некий смысл. В звуках это происходит постоянно. Когда мы слышим гром, мы относимся к нему как к знаку приближающегося дождя, чей-то крик как предупреждение об опасности или еще о чем-то и так далее и тому подобное. Звуки могут выстраиваться у нас в голове, причем в полной тишине в том числе, в некие ассоциации, мы можем помнить какие-то звуки из своего детства. Тема вот этой семиотики и памяти, звуковой памяти, на самом деле она, на мой взгляд, абсолютно не проработана, в отличие от многих других семиотических территорий, по которым уже выстроились некие даже исследовательские школы и так далее. Что касается семиотики звука, то мы постоянно работаем со звуками, то есть мы, звукорежиссеры, постоянно работаем со звуками как со знаками, но тем не менее, в такой сформулированной теории на этот счет я не слышал. И я не готов ее сейчас сам тоже предложить, я только могу, опять же, попытаться указать, зачем этот взгляд может быть нужен. И что такое вот это выстраивание звуковых ассоциаций, выстраивание их в нашей памяти в том числе, как они там записываются. И что произошло с появлением звукозаписи, потому что именно звукозапись является в теме семиотика звука таким, скажем, переломным моментом. И одним из таких самых расхожих и самых, может быть, важных тезисов о звукозаписи является следующее, что с появлением первых звукозаписывающих устройств мы перестали слышать голос свой или чужой, перестали слышать музыку, как нечто, что звучит в настоящем времени. Получили возможность возвращаться повторно к прослушиванию того, что прозвучало. Это такой был рубикон взаимоотношений, переходный момент взаимоотношений человека со звуком. Очень часто можно обнаружить такой взгляд, что записанный голос или записанная музыка, записанная на пленку, скажем, или сегодня на хард-диск, является чем-то значительно в большей степени приближающим нас к тому, что мы слышим в настоящем времени, в действительности, так скажем. Чем нотное письмо или алфавитное письмо как нечто более искусственное и непохожее. И существует целая теория, достаточно популярная, о том, что с появлением звукозаписи, в первую очередь, а также с появлением телевидения, каких-то средств массовой коммуникации, мы, условно говоря, возвращаемся в устную эру. В эру устных взаимоотношений. И мир превращается в глобальную деревню. Это концепция канадского культуролога Маршала Маклюэна, которая многим известна и имеет внутреннюю логику. Тем не менее, на эту ситуацию можно посмотреть совершенно иначе. И этот взгляд о восприятии сегодняшнего мира как эры устных взаимоотношений может показаться очень наивным. Если посмотреть на это глазами французского философа Жака Дорида. Одной из самых, наверное, важных тем его работы является тема письма. И Жак Дорида достаточно убедительно показывает, что особенностью письма является вовсе не наличие карандаша и чистого листа бумаги, а сам момент фиксации чего-либо. И письмо, главной его особенностью является именно это. В этом смысле, когда мы погружаемся в эпоху телевидения, кино, сегодня это интернет и так далее и тому подобное, мы на самом деле вовсе не возвращаемся к устной эре, а все дальше и дальше уходим в область знаков, в область письма. Просто эти виды становятся более изощренными. И сегодня, когда мы часто слышим мнение, что, скажем, звук 5.1 или так же как видеоформат 3D является чем-то уже почти приблизившим нас к нашему естественному, в кавычках, наверное, восприятию мира, возможно, что все обстоит наоборот. И чем дальше мы погружаемся в эти форматы, тем больше мы уходим в область художественных образов и знаков. Во всяком случае, этот взгляд тоже имеет внутреннюю логику, и его нужно принять во внимание. Но, может быть, еще более важной особенностью звукозаписи, здесь вот это понятие, как бы слово само в языке, оно очень интересно, как фонограмма, буква и письмо, так и звукозапись. Это именно уже в самом языке у нас откладывается как нечто записанное, то есть никак не устное. И одним из, может быть, более даже важным моментом, отличием звукозаписи явилось не то, что мы получили возможность фиксировать нечто, собственный голос, скажем, и слушать его повторно, но то, что мы погрузились в область, где мы можем создавать действительно бесконечные звуковые наслоения, какие-то целые полимпсесты, где звуки могут быть удалены, приближены, они могут быть убыстрены, замедлены, они могут быть повышены, понижены. Вот это и является одной из фундаментальных особенностей звукозаписи. То, что мы можем создавать колоссальные сложности, такие звуковые картины, если говорить образно. И, собственно, первые композиторы, которые много работали, в том числе с электронной музыкой, и вообще экспериментировали с магнитофонами, такие как Штукхаузен, Райх, Булес, ранее это делал Эдгар Варес, они сразу почувствовали вот этот колоссальный потенциал звукозаписи. Постепенно звук оказывается не менее важным, чем сама музыка, иногда даже более важным для создания того или иного художественного произведения. Известный композитор, продюсер, музыкант Брайан Ино сформулировал очень точно одну мысль, которая касается вот этой темы. Он сказал, что по сей день он не перестает удивляться тому, что с появлением кино никому не пришло в голову называть кинематограф снятым на камеру театральным спектаклем. Сразу же было придумано новое слово, был новый жанр, и как-то это было очевидно. В случае, когда музыка стала записанной, появился тоже новый жанр, как считает Брайан Ино. Мы ушли в область письма, условно говоря, и гитарист получил возможность записывать 10 партий гитары на разных инструментах. Не всегда это возможно повторить вживую и так далее и тому подобное. Все это нам хорошо известно. Но, тем не менее, мы продолжаем почему-то, говорит Брайан Ино, называть это музыкой. Ведь нужно новое слово уже давным-давно. Записанная музыка – это уже не музыка, это новый жанр, так же, как кино, новый жанр в отношении театра. И действительно, с появлением звукозаписи, например, такой знаменитый пианист Глен Гульд, он утверждал, что к 2000 году концертные залы исчезнут. Эта практика просто будет не нужна. Гульд считал, что только в студии можно добиться какого-то результата. Можно, конечно, улыбнуться, ошибки Гульда, сказать, что да нет, концерты сейчас еще более востребованы. И это будет правдой, потому что только на концерте можно получить впечатление определенного рода. Но сама логика мышления Гульда, она очень интересная, и она, опять же, демонстрирует вот это понимание разницы между двумя жанрами. Ну, можно много перечислять, что принесла звукозапись, что музыкант стал слышать своей партией со стороны, и это дало ему в ряде случаев больше, чем занятия самостоятельно или даже с преподавателем услышать свои ошибки, их исправлять. Но произошла и обратная сторона музыки, обратная сторона технологии. Обратная сторона заключается в том, что звукозапись с самого своего начала способствовала популярности легких жанров. Сложная, скажем, симфоническая музыка на раннем этапе появления первых магнитофонов проигрывала маленьким составом, просто в силу того, что она звучала с искажениями, большой динамический диапазон не укладывался в те технологии, которые тогда существовали. Но, что любопытно, сейчас симфоническая музыка, условно говоря, тоже проигрывает для массового слушателя, потому что, опять же, динамический диапазон нежелателен, но уже по другим причинам, потому что сегодня люди стали слушать музыку совершенно иначе. Она звучит, как аккомпанемент автомобильной пробки или как что-то сопровождающее прогулку, и, собственно, человек, который приносит домой пластинку и сидит перед колонками, он уже во многом может рассмотреться, как какой-то чудак. Как это? Просто слушать музыку, ничего больше не делать. Иными словами, очень интересно, в продолжении темы техники, о которой в прошлый раз пытался рассказать, что многообразие возможностей, в том числе и прослушивания, когда мы можем с собой носить почти всю музыкальную коллекцию, даже в приличном качестве, приводит, как ни странно, к тому, что человек, который имеет возможность загрузить, скажем, в iPod 160 гигабайт музыки, перестает слушать музыку альбомами, слушает в режиме shuffle хиты. Эти хиты звучат, то есть если даже не звучат с одинаковой громкостью, хотя часто, собственно, стандарт звучания поп-музыки требует того, чтобы они звучали примерно с одинаковой, словно говоря, громкостью, но в iPod есть еще функция выравнивания громкости. И вроде бы количество оборудования, количество, в том числе, бытового оборудования, но также и профессионального, то, что должно, казалось бы, расширять возможности нашего выбора, очень часто приводит к обратному, к стандартизации результата, который мы получаем. В то же время сейчас можно говорить, если уж продолжить тему техники, о том, что часто происходит некий откат назад, и люди возвращаются, моды на процессоры, скажем, гитарные, обратно к ламповым усилителям. Названия вроде Zoom или Boss, в гитарных павелонах просто их может не быть. То есть эта мода прошла. Это разнообразие возможности переключения звуков, как ни странно, гитаристов интересует меньше, чем, скажем, разные тяжелые ламповые усилители, которые вроде бы должны были уйти в прошлое. Точно так же меня, например, очень радует то, что фирма, скажем, Neumann представляет на выставке микрофон 67 TLM, который я использую в работе уже более 10 лет, он продолжает стоять на стенде. То есть также, например, фирма TubeTech демонстрирует ламповый частотный компрессор 2B, у них есть модель, которая тоже уже много лет, они не делают никакого апгрейда, 2.0 и так далее, то есть не гонятся за постоянным технологическим вот этим прогрессом, который, конечно же, связан с маркетингом, с продажами, с рекламой и так далее. Новый прибор всегда легче рекламировать, чем старый. Ну, это такое отступление на тему техники. Если вернуться к проблемам семиотики звука, того, как мы ощущаем звуки как знаки, можно сделать следующий шаг и подумать о том, что же такое звук, для которого у нас нет ясных ассоциаций. И может ли такой звук существовать в современном мире, где, казалось бы, все уже воспринимается исключительно как знаки. Есть такой пример из области литературы. В одном из рассказов Киплинга, очень простой короткий рассказ, герой ночует в гостинице, в какой-то очень маленькой дешевой гостинице, где он всю ночь не может уснуть, потому что он слышит очень странный звук бильярдных шаров, которые катаются по игровому столу. Он понимает, что этот стол расположен в соседнем номере, и он просто физически не может поместиться в этом номере, и он не может уснуть, буквально сходит с ума от этого совершенно непонятного звука, и только утром он понимает, что эта мышь катала по чердаку какую-то деревяшку, которая очень напоминала звук бильярдного шара. То есть что это за ситуация? Человек сталкивается с совершенно неуместной странностью звука, звуком, который не может звучать в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Это происходит подмена значения. Такие вещи, на самом деле, уже давно взяты на вооружение, в том числе кинематографом. Те, кто работает с кино, на Мосфильме это совершенно такой обычный жанр, привычный, знают о том, что звук в кино не обязательно должен быть иллюстрацией изображаемого. Он может быть абсолютным контрастом к изображению, он может существовать как параллельное изображение мира, и порой он может даже вытеснять изображение. То есть если речь идет не о каких-то примитивных жанрах, пионером этого был Эйзенштейн, который очень интересные вещи делал со звуком. И в дальнейшем звук, который не ясен, который не является сопровождением изображения, очень много использовался, скажем, Андреем Тарковским, где в его фильмах диалоги, какие-то события сопровождает некая сонорная масса, очень неясная, какое-то кипение под репликами. Его неясность оказывается более важной, чем ясность тех слов, которые произносят. Когда звук подчеркивает в кино, проводит ту линию, которая, может быть, для режиссера является самой главной. То есть примеров можно привести очень много. Звук и такой вот массой, непонятной массой являются гитарные партии, скажем, во многих альбомах Лурида и так далее. Что же такое все-таки звук без ассоциаций? Еще что я имею в виду? И как звук может не иметь ассоциаций? Есть достаточно интересный эпизод такой вот звуковой истории. Это интервью с американцами, с людьми, которые 11 сентября 2001 года, жили в районе рядом с небоскребами, которые рухнули. Но окна этих людей выходили на улицы таким образом, что они стояли спиной, находились спиной к этим зданиям. И все события, которые развивались, они воспринимали только в качестве звука. И что же услышали эти люди? Они услышали некий звук, абсолютно непонятный, звук самолета, который, тем не менее, вызвал у них чувство ужаса. Потом они узнали, что это звук самолета, который врезается в здание. И поразились тому, насколько этот звук был не похож на взрывы, которые они привыкли слышать в кино. То есть это речь идет о Голливуде, о этих рафинированных звуках с сабвуферами и так далее. Вдруг люди слышат, что этот звук самолета, взрывающийся, абсолютно не имеет ничего общего с кино. К вопросу о 3D и 5-канальном звуке и так далее. Насколько это все имеет отношение к реальности. Я говорил в прошлый раз о книге Дона Ида. У него есть там такой эпизод, что вспоминает, собственно, свой опыт восприятия звуков. Как он услышал крик горбатого кита. Не то, что мы слышим каждый день в нашей жизни. То есть он его тоже слышал впервые. И опять же, это был звук, который ни с чем у него не проассоциировался. Дон Ид очень любопытно пишет вещи, что я попытался как-то провести какие-то аналогии. Понял, что низкочастотная составляющая похожа на, по-моему, рычание тигра, высокочастотная, условно говоря, на крик птицы. И, как пишет Дон Ид, я одомашнил этот звук. Сделал его более мне понятным. В каком-то смысле то, что я пытаюсь рассказать, то, что я пытаюсь донести, это нечто обратное. Это попытка услышать каждый наш одомашненный звук, снова услышать его как дикий. Снова попытаться очистить его от клише, от каких-то банальностей и осознать, что он может для нас быть совершенно удивительным и неожиданным. То есть каким на самом деле очень часто являются звуки до сих пор. То есть, скажем, людям, живущим в городе, совершенно непривычные какие-то звуки природы. Так там чувствовали себя, наверное, люди, которые впервые слышали какие-то электронные инструменты, там термин вокс. Сейчас так себя чувствуют люди, которые слышат, скажем, диджериду, австралийский инструмент, этнический. Зачем это все нужно? Условно говоря, у нас перед нами всегда стоит выбор, когда мы занимаемся записью, сведением. Выбор заключающийся в том, когда мы погружаемся, заходим на территорию семиотики и знаков, то мы можем следовать по проторенным дорогам, по руководству нашим опытом предыдущим, когда нам нужно в конкретном жанре записать, скажем, некую музыку и получить результат, чтобы это звучало как панк-рок, а не как шансон и так далее. Какие-то нам дают музыканты свои вводные на эту тему и уметь следовать неким, условно говоря, клише. И другой момент — это относиться к звуку как к эксперименту, как к тому, что может быть поставлено в совершенно неожиданный контекст или когда привычный звук может вдруг оказаться совершенно непривычным. Вот эта оппозиция между клише и экспериментом, она, мне кажется, очень важна, и нужно ее осознавать, и для того, чтобы она могла быть как-то проработана, на нее и нужно смотреть из области семиотики.